Числа Четвертая книга Моисея, глава двадцать седьмая И пришли дочери Салпада, сына Хеферова, сына Галадова, сына Махирова, сына Монассии на испоколение Монассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его — Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца. И предстали пред Моисея, пред Илиазара священника, и пред князей, и пред все общество у входа с киньи собраний, и сказали, — Отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было. За что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? Дай нам удел среди братьев отца нашего. И представил Моисей дело их Господу. И сказал Господь Моисею, — Правду говорят дочери Салпадовы. Дай им наследственный удел среди братьев отца их, и передай им удел отца их. И сынам Израилевым объяви и скажи, — Если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его. Если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его. Если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его. Если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его. И да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, — Взойди на сию гору Аварим и посмотри на землю, которую я даю сынам Израилевым. И когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах Меривы. И сказал Моисей Господу, говоря, — Да поставит Господь Бог духов всякой плоти над обществом сим человека, который выходил бы пред ними, и который входил бы пред ними, который выводил бы их, и который приводил бы их, чтобы не осталось общества Господне, как овцы, у которых нет пастыря. И сказал Господь Моисею, — Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою, и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых. И будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении посредством Урима пред Господом. И по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество. И сделал Моисей, как повелел ему Господь, и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь через Моисея. Субтитры создавал DimaTorzok